Премьер-министр Армении Никол Пашинян устами своего пресс-секретаря Мане Геваркян заявил, что коридорная логика для армянской стороны неприемлема. Так он среагировал на заявление президента Турции о Зангизурском коридоре, который настаивает на том, что армянская сторона должна предпринять четкие шаги. Мане Геваркян также сказала, что Армения придает большое значение четкому выполнению договоренностей, содержащихся в заявлениях от 9 ноября и 11 января, в том числе открытию коммуникаций. Однако, по ее словам, в некоторых заявлениях тема восстановления коммуникаций трансформируется и приобретает логику сохранения региональной изоляции. Таким образом, Пашинян в очередной раз ссылается на трехсторонние соглашения, указывая, что в этом документе говорится только о разблокировании региональных коммуникаций. Согласно армянской позиции, в этом документе ничего не говорится о создании Зангизурского коридора. Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров так комментирует этот важный момент. Коридоры — это такое политическое понятие, которое предполагает наличие экстерриториальности в отношении каких-то территорий. Что значит, что экстерриториальность — это какие-то особые условия, временные или невременные, в отношении определенных территорий. В случае с Азербайджаном предусмотрен Лачинский коридор. Его географическое определение присутствует там, 5 километров. Второй компонент — он временный, сроком на 5 лет. И экстерриториальность его происходит из того, что определенные функции переносило по побежанию мира. Вторая тема — это Зангизурский коридор. Хотя там не указывается термин «коридор», однако присутствует основополагающий компонент, определяющий коридор. Это экстерриториальность Зангизурского коридора, которая определена в том, что безопасность там будет обеспечивать ограниченные силы стерральной службы безопасности. Но тут возникает тюанс. Этот коридор не имеет временных рамок. То есть, по сути дела, Армения на себя взяла обязательство предоставить постоянно действующий коридор. То есть вот этот компонент Армении отказывается выполнять. Я надеюсь, что это всего лишь коммуникация. Но коммуникации, да, все коммуникации должны быть открыты. Но коридор предусмотрен именно Зангизурский. Следовательно, коридорная логика уже нашла свое отражение в трехстороннем соглашении. Однако Пашинян заявляет, что разговор о коридорах направлен не только на изоляцию государств и народов региона, но и на то, чтобы придать этой изоляции признак необратимости. Говоря простым языком, он отказывается от обязательства создавать Зангизурский коридор. В таком случае, означает ли отказ Армении от этой логики то, что Азербайджан может отказаться от той же логики в Лачине. Однако вчера на встрече с вице-премьером России Алексеем Аверчуком премьер Армении заявил о необходимости скорейшего открытия железнодорожного сообщения с Россией. И это было воспринято многими экспертами как изменение позиции Армении в сторону реализации коридорной логики. Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что Армения не может выполнять только чайные обязательства. В Лачинском коридоре безопасность должна обеспечить пограничники бессрочно российские. Вот чего Армения не хочет. Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что Армения не может выполнять только часть трехсторонних договоренностей и отказываться от реализации другой части. В противном случае, по той же логике, Азербайджан вынужден будет пересмотреть свои обязательства по Лачинскому коридору. Армения либо дает нам коридор в задней дежуре, если она не хочет этого делать, тогда потеряет коридор в Лачине. Все. Вот это взаимосвязанные вещи. Получить коридор там и не дать там не получится. Продолжение следует...